Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радионародная волна На частоте 14.30 А.М. 99.1 А.М. На нашем веб сайте radioNVC.com Ну и На нашем канале в YouTube И кроме того на нашей страничке RadioNVC.com Нет я что то тут Страничка в Facebook RadioNVC YouTube канал RadioNVC А вот наша страничка Это RadioNVC.com А запутался я потому что Заставка неправильная прошла На самом деле в эфире программа Народная трибуна Как ни странно Но лица те же За роялем тоже что и было Народная трибуна А правда да Прозвучало Ток-шоу Ну не важно Ну кто скажет что это не ток-шоу Толь пусть бросит нас камер Сути дела это не меняет Добрый день в эфире Добрый день как добрый Ну привет типа Вы знаете вот Алексей Орлов Я ему хотел позвонить Но я вам позвонил Я ему хотел сказать что Уважаю очень его передачи За не только его знания И не столько его знания А за Искренность Уберченность Что он так В отличии от других И хотел ему задать вопрос Захотите передайте Моя пассировка в эфире Короче Отбить у него Охоту Отбить у него охоту Прослушав ваши архивы Если бы это прикиньте было Насколько бы на Обаму Свалился два И на мусам И на испаноязычных Как он сказал Не испаноязычных И на бедных И на бездомных И на русско-советских И Ну достаточно Это кто? Это не про вас? Это не ультраправые? Это не нацисты? Это не бритоголовые? Это не фашисты? Это не профашисты? Пока ребята Понятно Это называется Говорил долго и нудно Но о чем говорил Непонятно Потому что Ну не выехал Я вообще О чем человек говорил? Честно не верю Как и обычно Говорит Мой друг Ты сам-то понял Что сказал? Ну да Фашисты, нацисты, нацисты Какое счастье Что он не дозвонился До Орлова Потому что Орлов ему ответил Совсем по-другому При всей его Интеллигентности Скажем так Мы уже не первый раз Пытаемся понять Высказывания этого господина В прошлый раз Попытались ему объяснить Что такое фашизм Что такое нацизм Что такое Социализм Капитализм Но человек не слышит Ну каша в голове у человека Он слышит Ну каша просто У него эти всеизмы Полностью перекрывают Понятия То есть способность мысли И не только у него Я слышал некоторых И более молодых И у которых речь поставлена Которые тоже путают Фашизм С капитализмом С социализмом И так далее То есть люди Не учились в колледже И малейшего представления Не умеют О том О чем они говорят Добрый день Добрый день пожалуйста Окей Вам что-нибудь известно По этому поводу Да Я просто знаю О чем вы говорите Потому что я тоже Слушал Лу Дабс Но Вы поймите Лу Дабс Это немножко Не тот человек Который Которого нужно Воспринимать Не то что всерьез Давайте говорить так Это один из тех Невер Трамперов Которые Вот типа Шепард Смэс Типа Немножко легче Чем Нил Кавуру То есть Это люди То есть Лу Дабс Считает Что да Мы То есть Что Бар Очень сильно Тормозит С проведением Расследований Скорее всего Что он Вообще Не очень бы хотел Это расследовать И так далее Это во первых А во вторых То что Расследование Совсем То есть То что Откладывается Рапорт Горовца Значит Рапорт Не откладывается Вы понимаете Просто что получается Он должен был Этот рапорт Выдать на гора Ну В середине Или концу Июня Но вы же понимаете Что перед тем Как он этот рапорт Выдаст Этот рапорт Должен быть Прочитан И осознан Департмент Ов Джастис Так как Специальный Генеральный Инспектор Он все равно Как и специальный Прокурор Отвечает Департмент Ов Джастис Поэтому Они должны Его прочитать Они должны Его осознать Они должны Его подготовить К выдаче Поэтому Не потому что Оно откладывается Или Не выйдет Просто Занимает время Для того Чтобы мы получили Эту информацию Вот и все Не волнуйтесь Добрый день По дням на день Ну Понятно При каком президенте Я вижу У вас Искренность Не у вас Я ценю Искренность В политических Вглядах Разных Но тем не менее У вас 80% На буху ложь Я так это видел Ну Послушайте У вас Свое зрение Скорее всего Что зрение Ваше Не 20-20 Это было Не так Безобидно Это серьезные Темы Я раньше Считал Что советские Люди Образованы Значит Давайте я попробую Сказать У меня это Перемкнуло Когда я слышу Достаточно Поставлено Хорошо Голоса Или мысли Но Поклонников Лично Зацепят Есть замечательные Ведущие На этом Радио Или были Ну Выглядит у вас Головые Ну вы знаете Виктор Вольский Вольский Да И не буду Рекламу делать Но тем не менее Орлов Он не знает У вас Сергей Любезный Наверное При деловых Разговорах При налаживании Контактов И все И умеете Говорить Послушал Архивы Эти Или Кто хочет Пусть Послушает Для себя Пока Все понятно Спасибо За внимание Замечательно А теперь Я просто Чисто совет Вот подружеский Совет Такой Сейчас Примите 15 капель Валерьянки Ляжете На мягенькую Подушку Отдохнете Придете В себя А потом С новым Настроением К новой Жизни Добрый день Пожалуйста Здравствуйте У меня к вам Такой совет Рекомендация Приведите Когда-нибудь Ликбез Чем отличается Скажем Фашизм От нацизма Потому что там Существенная разница А многие Этого не понимают Окей Ну давайте Попробуем В двух словах Об этом порассуждать Значит Ну поскольку Мы жили Большинство Из тех Кто нас слушает И мы сами Вышли Из Советского Союза То для нас Было нормой Между Когда Нацистов Назымали фашистами То есть Я не понимал Разницы Для меня Нацисты Немцы Были фашистами Потому что Это в каждом Фильме В каждом Произведении Звучало так Но на самом деле Фашизм Это некая Экономическая Система Чем она Отличается От социализма От Социализма Тем что Ну как мы знаем По теории Социализм Это когда Средства Производства Принадлежат Государству А фашизм Это когда Средства Производства Могут принадлежать Частным лицам Но при этом Они полностью Все производство Полностью Находится под Контролем Правительства То есть Вплоть до того Что зарплаты Устанавливают Вплоть до того Что регуляции Очень жесткие Вплоть до того Что какую Номенклатуру Выпускать И так далее Так вот Скажем Я вижу большое Сходство Между тем Что предлагает Демократическая Партия И фашизмом То есть Мы когда Мы говорим Социализм Мы тоже Несколько Кривим Душой Потому что Демократы Предлагают Не социализм На самом деле Это фашизм Потому что Если следовать Классическому Определению Что собственность На средства Производства Принадлежит Государству То это конечно Не социализм Это скорее Фашизм Когда они Регулируют Все на свете Когда они Твою зарплату Не определяют Как В социалистической Системе Как у нас было Когда сверху Тебе говорят Вот ты будешь Получать 80 рублей Ты будешь Получать 120 рублей А вот ты будешь Получать 250 Нет Они это делают Другим путем Они облагают Налогами Но в принципе Это очень близко К фашизму Потому что Они хотят Регулировать Вся и все Они хотят Путем Налогообложения Регулировать Твой доход Вот Вот Смотрите Давайте начнем С того что Они Ведь они Тоже Не дураки Они не могут Назвать Свою Систему Фашистской Они прекрасно Понимают Что вот тут Им бы пришла Крышка Потому что Фашисты Как и у нас В Советском Союзе Мы их отождествляем Вот с нацистами Совершенно верно А что такое нацизм Это Национал Социализм И когда Так сказать Наши Выступают И говорят Мы за Демократический Социализм Вообще Это оксимарон Потому что Демократия И социализм Это вещи Взаимоисключающие Абсолютно Ни одно социалистическое Общество Не подразумевает Демократические Законы И И так же Ни одна демократия Не Включает в себя Социальный Или социалистический Строй Добрый день Ну это было коротко Так Мы можем на эту тему Сколько угодно Рассуждать Да пожалуйста Я помню Я помню Что капитализм Это когда человек Эксплуатирует человека А социализм Это наоборот Это когда государство Эксплуатирует человека Это наоборот Это наоборот Да 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 Спасибо Спасибо Ты понимаешь Теперь А Говорите пожалуйста Добрый день Говорите Я уточняю Я уточняю Я Конечно Я сказал Супремасисты Ультраправые Бритоголовые Дальше вы знаете Все Мы не фашисты Мы не насысты Мы Сталинград Не бомбили Я конкретно Какое у вас направление У нас нормальное У нас только вперед Лично вас Или не направление Ну Идеология Хорошо Так понятнее Ну Может быть Значит Ладно Я не вижу Так сказать Превосходства Одной раз На другой Ну вот Вы подразумеваете Что мы ненавидим Вы пытаетесь Нас обвинить В том Что мы кого-то Ненавидим Бритоголовым Меня трудно назвать Хотя наверное С воздухом Я сейчас скажу Кого я ненавижу Вот говорю Абсолютно четко Прямо вот в эфир Я ненавижу Антисемитов Ненавижу Все Но это не Все остальные Для меня Это черные Желтые Синие Меня абсолютно Не Я вам больше скажу У меня даже Сексуальная ориентация Особенно Не дергает Почему Потому что Главное Чтобы это не Применялось Ко мне А все остальное Пожалуйста Делайте Но я ненавижу Антисемитизм Будучи Ну хотя бы Во-первых Евреем Во-вторых Нормальным человеком Я не еврей Но антисемитов К антисемитам Я отношусь Не лучше чем ты Скажем так И независимо от того Какой расы они Какой национальности Они Какой этнической группе Они принадлежат Антисемит Это понятие такое Но Что касается Расы Скажем По сей день Для меня Самым Ярким Представителем Так скажем Верховном суде Является Кларенс Томас Абсолютно Будучи афроамериканцем Или скажем Такой философ Экономист Как Соул Тоже афроамериканец Как можно Не относиться нормально К нормальному Человеку То есть К врачу Который образованный Который А как можно Относиться Ненормально К любому Чернокожему человеку Который Работает Честно Который Порядочный Который Воспитывает Семью Воспитывает Детей Как к нему Можно Относиться Без уважения Выступая ли я Против Скажем Affirmative Экшн Да Потому что Это как раз И порождает Расизм Это поддерживает Расизм Это то что Демократы Придумали В свое время Но на самом деле Это вот Это расизм То есть Определение Качества людей Или их Так сказать Уровень Или что то По расовому Признаку На самом то деле Расистами Являются демократы Потому что Для меня Совершенно Одинаково Если человек Достоин Занять Какое то место Там Какую то должность Независимо от его Расовой принадлежности Это нормально Это мой подход Давай мы объясним Сначала для тех Кто не знает И это В этом нет Ничего стыдного Или позорного Но Affirmative Это была такая акция Где Наоборот Черным Давали Преимущество Перед белыми То есть Если например На одну и ту же позицию В компанию Нужен был человек И подавали Черный и белый То принимали Черного Многие Называли это Reverse racism Или Обратный расизм Но это неправильно Это не Это нормальный Расизм Обычный Расизм Когда еще раз Когда в принятии решения Или там Играет роль Цвет кожи Это и есть Расизм И кто продвигает Расизм Как не демократы Вот это еще одна вещь Кстати Я просто быстренько скажу Запомните После Вот Когда Решили уравнять Права человека В Америке Да Вот самым первым Разделительным Фактором И был Вот этот Affirmative action Вот он Поделил расы На белую И черную Вот это самое главное И все это делается Исключительно В политических целях Чтобы одна партия Имела возможность Выступать от имени Какой-то группы Якобы жертв Сейчас выделяется Потом выделили Еще одну группу Это уже теперь Латинос Тоже Они тоже Подпадают Под Affirmative action Они тоже Так сказать Из них тоже Сделали жертв Потом сделали Жертвами Женщин Это еще Одна группа Которая Права женщин Ищемлены Потом Пришла выдумка О том Что женщины Получают За ту же работу Меньше денег Это все Фикция Потом сделали Еще одну группу ЛГБТКЮ И остальное И остальное Еще одна группа Которая Якобы Притесняется А вот Сейчас выступает Рашид Талиб По-моему Выступила С осуждением Потому что Министерство Иностранных дел Сказало Ну-ка Флаги Уберите Эти Которые Рядом с Американским Флагом Некоторые посольства Подняли Эти Рейнбоу Флаги А почему бы Не поднять Еще какой-нибудь Флаг Еще какой-нибудь Организации Придуманной Выдуманной Поднять флаг Хамаса Да Который Представляет Кстати Рашид Талиб Почему бы Не поднять Этот флаг И они выступают Против Вот это и есть Ущемление Какое ущемление Почему не В общем Бред какой-то Вернее Это не бред Это такая Хитрожопость Такая Демократов Придумывают Жертв Потом начинают Вокруг этого Ходить Делают из них Еще больших Жертв Но все время Голосят Пожалуйста Вы в эфире Говорите Пожалуйста Приглушите радиоприемник Слушаем вас Да Добрый день Еще раз Добрый Сбор налогов Это только Маленькое начало После этого Возникает Огромный Бюрократический Чиновничий Аппарат Который Занимается Распределением Того что Собрали А распределение Всегда ведет За собой Репрессивный Аппарат И все Кончается Концлагерями ГУЛАГом И потом Вы как хотите Это назовите Или Социализм С человеческим Лицом Абсолютно Вы абсолютно Правы Просто Если честно Это действительно Об этом можно Говорить с утра До вечера Времени Такого нет Не располагаем Но Тем не менее Самое главное Что нужно запомнить Это то Что те Демократы Которые пытаются Нам втюхать Понятие Демократический Социализм Это чисто Действительно Это чисто Они предлагают Фашистский Образ Ведения Страны И давайте Начнем Сразу С Здравоохранения Вот Первое На что Они пытаются Наложить руку Это На здравоохранение Потом За этим Последуют Газеты Цензура Да То есть Вроде бы У нас Freedom of speech Но смотрите У нас Freedom of speech Почему-то Ни Facebook Ни Google Не получают Штрафы За то Что они Подставляют Под ценз Какие-либо Высказывания Им не угодны Вот вам Пожалуйста Вот вам Цензура Ну это Они могут Объяснить Хорошо Давайте послушаем Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ну конечно Спасибо большое За вашу передачу Вы просто Молодцы Я хочу Сказать Только что Вот вы Сейчас перечисляли Что делают Демократы И то и то Придумывают Но это все Неудивительно Сначала Начали Против Трампа Связь С Россией Не удалось Сексуальное Изнасилование Не удалось Подняли Женщин За аборты Мужчин и Женщин За эти Ну в общем Кикжибы И так далее Я все это Слушаю Только удивляюсь Все таки У этих Соросов Как я их Называю Очень много Наверное Неглупых Людей Которые Могут Все это Изобретать Придумывать Чтобы Гадить 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 Нашей стране Спасибо большое Это люди Которые называются Либо политологи Либо политтехнологи Которые Это все Придумывают И подводят Под них Слушай 90 процентов Профессоров Придерживаются Леворадикальных Идеологий Абсолютно Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Я хотел сказать Что Афирматив Акшен В общем Так как Я не помню Фамилию Это Очень состоятельного Афроамериканца Который В Калифорнии Он вопрос Почему Потому что Это бьет Афроамериканцев Потому что Когда Человек Идет На анимацию На работу Теплом Мы не знаем Получил он Теплом Потому что Он Подлижит Афирматив Акшен Вот такая Вот картина И другой Хороший Пример Афирматив Акшен Это Предыдущий Президент Вместе С своей Женой Которые Учились В престижных Университетах Потом Почему-то Правда Потеряли Лицензии Адвокатов Но это Вообще В традициях Демократов Там Клинтоны Лишились Лицензии Адвокатов Обамы Оба Лишились Лицензии Адвокатов И так далее Афирматив Акшен Это действительно Проблема Сережка Я попал Лично Я попал Под Афирматив Акшен В 82-м Году Когда я Закончил Колледж И я Уехал В Денвер В поисках Работы С компьютерами И Компания Питни Боус Искала Людей Умеющих Обращаться С компьютерами И вот я И мой товарищ С которым Мы поехали Он черный Морис Мы пошли Заполнили С ним вдвоем Аппликейшн Причем Мы учились В одной и той же школе Мы закончили Эдну и ту же У нас с ним Практически Одинаковые Результаты По окончанию Мориса Берут На работу Меня На работу Не берут Когда он Уже Попал На работу Он мне Сказал Дюд Ты Не хочешь Здесь Работать Он говорит Здесь Чернее Чем Сауссайдов Чикаго Это мне Сказал Черный Парень Хотя Мы с ним Были Друзья Потому что Питни Боуза Казалось Это были Компания В которой Устраивались Черные Аффирматив Экшн И в конце Концов Ее Переименовали В народе Из Питни Боуз В Питни Броуз Ясно Вот и все Добрый день Пожалуйста Слушай Да пожалуйста Алло Здравствуйте Здравствуйте Это было По-моему Я не помню В каком году Но это где-то В 80-х годах Было В Нью-Йорке 17 полицейских Белых Подали Я не помню Иискали что И написали Пожалуйста Дайте нас Нас черные Почему Потому что Они были Белые полицейские И было Как это называется Был тест На прохождение Полицейских На сержантов Да Это не единственный случай И это не только В полицейском Это и в пожарном управлении Таких случаев было Сколько угодно Я не помню Но это было В Нью-Йорке Они просили Чтобы их считали Как черными Потому что Черных пропустили Там на 6 Умрусь Считайте меня Коммунистом Спасибо Спасибо Таких случаев Сколько угодно Когда действительно Скажем Пожарным Или полицейским С белым цветом Козы Не дают Возможность Продвинуться Потому что Рядом Афроамериканец Который не смог Пройти тест И его не повышают Или не дают ему Там еще что-то И начинаются Судебные Ляжбы По этому поводу И так далее В общем Еще раз говорю Цвет кожи К Абами Я относился Не потому что Он там Полукровка Афроамериканец Таким образом Я говорил И говорил об этом Не раз Я к нему Относился Отрицательно Потому что Он коммуняк Потому что Он скорее красный То есть С левым уклоном Такой С ярко выраженным Левым уклоном Опять же Скажем Такую вещь Если бы Обама Предоставил Людям Работу Если бы Обама Предоставил Людям Сниженные Налоги Если бы Обама Сделал То же самое Что сделал Трамп Они не могут Я тебе объясню Почему Чего бы Мы к нему Относились Совершенно верно Совершенно верно Почему Мы относились Черный Зеленый Абсолютно Если бы Он сделал То что Сделал Трамп Для людей Но поскольку Он демократ Он не мог Так поступить Потому что Их задача Как можно больше народу Почитайте Пивен Клавар Которые писали О том что Необходимо Обрушить Социальную Систему Для того Чтобы власть Пришла к нам В руки Как можно больше Людей посадить На зависимость От правительства От государства А для этого Экономику Нужно убить Поэтому все Их законодательные Акты Все их регуляции Направлены на то Чтобы снизить Рост экономики Наоборот Сделать ее хуже Как можно больше Людей Чтоб не работало Это их избирательная база А вы мне скажите Кто Как ни Обама Снизил Ценс Бедности Для того Чтобы как можно Больше людей Посадить на Обама Кер Вот это Скажите мне Пожалуйста Кто-то из Республиканцев Вообще Додумался бы До такой Ну Просто Негодяйства Такого Чтобы сказать Так Ребята Вообще Это был Ценс Допустим 27 тысяч А я сделаю 25 тысяч Или 23 тысячи И вы все те Которые от 27 до 25 Попадаете Сразу в Обама Кер Наоборот Только наоборот На самом деле На самом деле Даже Семья Имеющая доход По моему В 94 Где-то я читал В 94 тысяч Имела право Имела право Уже претендовать На Обама Кер Которая отчасти Оплачивалась налогоплательщиками Это люди Которые никогда В жизни Бы не Попа Не получили Эти бесплатные Страховки Это все Укладывается В их русло Это значит Большое количество Людей попадает В зависимость От правительства Рассчитывает На правительственный Чек Подачку Хоть маленький Хоть что-то И так далее Все Это вся Политика Демократов Почему они Не предпринимают Никаких мер Для того Чтобы сдержать Этот поток На границе Потому что Они точно знают И кстати Сказать Количество Мексиканцев Которые там Скажем В 2000 году Зашкаливало По сравнению С остальными Нелегалами Сейчас Меньше Чем Из других Стран Мы тут недавно Задержали 500 из Ган Или Откуда-то Черт Из Шитхол Кандри Прошли Потому что Они точно знают Что это Люди Которые Сядут Американскому Налогоплательщику На шею Это люди Которые будут Голосовать За демократов Потому что Все считают За большое правительство Потому что Люди Которые рассчитывают Получить от государства Бесплатное образование Бесплатное С этими понятно Но когда Проходит опрос Общественного мнения И 40% Американцев Предпочитают Социализм Над капитализмом Вот это Результат Деятельности Фрикен Мидия И профессуры В университетах И в школах Вот это Просто Уму непостижимо 40% В среднем Ну а Среди женщин Это число Еще выше Из детей Никто не задает Один простой вопрос Опять же Как за все И кто За все это будет Оплатить А зачем Не надо Бесплатно Все же бесплатно Вот и все Мы вернемся К этому разговору Буквально через пару минут Продолжаем нашу программу Что примем звонки Ну давай попробуем Добрый день пожалуйста В эфире Добрый день говорите Вот я сегодня Работу потерял 7 лет И где работал Я скажу Или имя Или организация Или вместе Косвенно Или напрямую Знаете ли вы Или ваши слова Но дело не в этом Но в этом На самом деле Подождите секундочку На самом деле Я искренне вам сочувствую Не О Я хотел сказать Мне не надо В мой адрес Ничего От вас Ничего Я хотел еще сказать Что я На дезабилете 2003-2009 Год Варианты И работал На этой работе На полстатки Только потому что Я прирожден Я люблю Страшно работать Я не могу Больше работать Но дело не в этом Тогда А вот Слушают кто-то Кого-то Хорошо Все Значит Ну вы на дезабилете Поэтому Так сказать У вас ситуация Несколько иная Но Пару компаний Вот Где-то на западной стороне Объявили о том Что они закрываются И Потеряем Порядка Порядка Пятисот Человек Потеряют Работу Это при том Что В принципе Экономика Идет вверх Производства Открываются А в нашем штате Спасибо Демократам Которые рулят В этом штате Спасибо Притскеру Который подписал Закон Очередной Мы знаем Что у нас Огромная Дырка Финансовая Скажем В пенсионном фонде Учителей И новый закон Который он подписал Делает эту дырку Еще больше То есть там была такая хитрость Ну профсоюз добился Свою Потому что Политики Иллинойские В кармане У профсоюза Учителей И государственных Служащих Это однозначно Так вот Раунер В свое время Вот писал закон Который как бы Регулировал Увеличение зарплаты Накануне выхода На пенсию Потому что Был такой трик Работали люди Получали нормальную Зарплату А потом Перед самой пенсией Им резко Поднимали Зарплату Соответственно Пенсия у них была Причем Эта пенсия Это не то Что они там Накопили А это пенсия Которую мы Выплачиваем им После того Как они в 50 лет Уходят на пенсию И им еще Каждый там Год по-моему 3% Индексирует пенсию А налогоплательщики Все это дело Должны оплачивать Мало того Что эти жулики Которые сидят В спринтфилде Разворовали этот фонд Пенсионный Они брали оттуда Деньги И никогда туда Не вносили Так они еще и принимают Такие законы Которые позволяют Вот так манипулировать А почему Потому что Правзоюз учителей Финансирует их Избирательную кампанию Это при том Что бюджет Который был принят Имеет дефицит 1,3 миллиарда долларов Совершенно верно То есть Вот законодатели За которых Вы голосуете А еще Он сегодня Подписал еще один закон По поводу Абортов Которые тоже Не имеют Никаких ограничений И которые Тоже мы будем Оплачивать А теперь Ты мне скажи А теперь со всего Белого света Со всех Ближайших Штатов Люди будут ехать Сюда делать аборты За которые Мы будем платить Еще одно Достижение Демократов Теперь В Калифорнии Выступил Я смотрел Шиф Этот Адам Шиф Идиот Они предложили Законопроект По которому Жертвы В которых Там кто-то Выстрелил Или как-то Могут судить Производителя Оружия Это Никаким образом Не решает Никакую То есть Оказывается Виноват Не тот Ублюдок Или подонок Который стрелял А оказывается Виноват Производитель Производитель Который Своими руками Вытачивал Дел Какое-то Оружие Почему бы Тогда не судить Автомобильные Компании После каждого Происшествия После каждой Аварии Почему Тогда не судить Человека Который Кого-нибудь Бахнул молотком По голове Производителя Молотков То есть А потому что Знаешь что Потому что Для них Самый страшный Зверь Это National Rifle Association Про которую Один Наш Человек Который Ни хрена Не понимает Но рассуждает Сказал Что National Rifle Association Занимается Продажей Идиотизм Меня всегда бесит Я иногда Не знаю Чего-то Я говорю Я не знаю Я могу Предположить Могу Поспекулировать Но я не знаю Но когда люди Так безапелляционно Заявляют Вот НРР Это организация Которая занимается Исключительно Тем Что продает оружие Причем Одна из самых Больших Лоббистских Человек Который Закончил Учился В колледже И на радио Выступает Так вот Все делается Для того Чтобы Убить Производство Ты же помнишь Посмотри Любой режим Тоталитарный Авторитарный Начиная Там с Большевиков В 18-м году Когда они Всех разоружили И предложили Бывшим белым Офицерам Сдать свое оружие И пообещали Что с ними Ничего не случится И что с этими Офицерами стали Висели на столбах Что было в Китае Что было В Венесуэле Кстати В Венесуэле То же самое Произошло Они разоружили Население А сейчас Потом они Начали их стрелять То же самое Было с евреями В Германии Кстати Первый закон Который они Приняли В Германии Это запретить Евреям Владеть Оружием То же самое Эти же Такие же С таким же Поворотом Такие же Ну правда Тебе были Национал-социалисты А эти называют Себя Демократическими Социалистами Но хотят Разоружить Америку С тем Чтобы у них Была возможность Править Устраивать террор Все что угодно Первое что нужно сделать Это разоружить Первая поправка Существует Благодаря второй поправке Потому что Если вторую поправку Сомнут Первой поправки Не будет Это аксиома Самое интересное Знаешь Вот я Окей Ладно Американцы У нас люди звонят Давай Добрий день Говорить Пожалуйста Алло Здравствуйте Еще раз Вот Два года Там Назад В Нью-Йорк Таймс Была Такая Статья О том Что Наш Президент Обама Якобы Помогал В Хезболе Продавать Наркотики На сумму Миллиард долларов Да Вы слышали об этом Это не то что Сейчас попробую В двух словах На самом деле Занимались этим Наши силовые структуры Раскрыли практически Всю сеть Как это все происходило То есть Продавали наркотики Переправляли сюда наркотики Отсюда отправляли автомобили Через дилерские Это огромная сеть С колоссальным оборотом Наркотиков и денег Эту всю сеть накрыли И уже готовы были арестовать Всех Так сказать Ведущих Этого картеля И тут Обама спустил На тормозах Почему? Потому что Ему очень нужна была Сделка с Ираном Иран Сказать В процессе переговоров Если ты что-то сделаешь Мы Это Так называемое Соглашение Атомное Мы не подпишем Очень плотно Объявить Пытается покрыть Пытается покрыть Что врал И за то что нарушал закон Второй свидетель Которого пригласили И уже на следующее слушание За то что он стал Стукнул Там пели Вот это Миквейн и Вэнс В общем позорище Партия За которую голосуют Некоторые наши Соотечественники Это позорище Это позорное пятно На теле американского народа Вот как-то так Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вы тут вспомнили Про Новый закон Как он назывался У нас в Алиной Репродакшн Да Слово Репродакшн О чем это говорит Вообще Они привыкли Они всегда играют словами Они всегда Репродакшн Это воспроизводство А они Вот я хочу сказать У нас получается Оксимарон Здесь тоже Абсолютно У нас получается Оксимарон Во всем правительстве Репродакшн Когда они В принципе Убивают Совершенно Мы спали Какого времени Она хочет Совершенно Это не идиотский подход К этому Это не идиотский подход Это традиционный подход Демократов Называть Ну Понимаете Они хорошо читали Оруэлла И они Извлекли из него урок Вот То что он описывал Война Это мир Мир Это война Правда Это ложь Ложь Это правда И точно так действуют демократы Закон Репродакшн Репродактив И они еще говорят О здоровье Как-то О каком здоровье Они могут говорить Кстати Кто это был Врач Врач Где она была В общем Короче Сегодня выступала Племянница Мартина Лутера Кинга Она тоже является доктором Профессором Доктор Кинг Так вот Она сказала Одну интересную мысль Вот эти все мамаши Которые Вернее Женщины Которые борются За Mother's rights То есть Права мамы Делать со своим Баде Что они хотят Она задала Интересный вопрос Философский Вот вдумайтесь В это Ну хорошо Мама-то может Делать со своим Телом Что она хочет А кто будет Защищать Права ребенка Вот кто Будет То есть Она хочет Себя порезать Пожалуй Хочет засунуть Палец в резетку Да ссавай Но Кто Будет защищать Права ребенка Который уже Сформировался И уже Который Вот-вот Готов Родиться А в некоторых Случаях Обсуждается Возможность Уже родившегося Ребенка Убить Мейкин Комфорт Да Его немножко Комфорта Мокрой жить Анатолий Ну неужели ты думаешь Что демократы Задумаются О судьбе Нерожденного Или рожденного Ребенка Когда на кону Стоит Плен Парент Ход И полмиллиарда Долларов Ежегодно Из кармана Налогоплательщиков И торговлю органами И торговлю Колоссальный бизнес Который А потом Десятки миллионов Долларов На избирательную Компанию Ублюдков Демократов Неужели ты думаешь Их интересует Судьба Рожденного Или нерожденного Ребенка Абсолютно нет Абсолютно нет А вот еще Один кандидат Пит Будетич Будетич Сказал Что если его Изберут Президентом Он обязательно Сократит Помощь Израилю В том случае Если Израиль Займет Ну как Как бы Займет часть Иудеи Самарии Если возьмет Под свой контроль Обязательно Ну а наш Слаппи Джоу Что вы Заявил Заявил Просто Чисто И сразу Если меня Изберут Президентом Я Излечу Рак И все Все Теперь Все кто страдает Этим Этим недугом Этой болезни Страшной Должны за него Проголосовать У нас есть спасение Добрый день Мы в эфире По поводу Бара И его Расследования Если Они Не доведут Не вскроет Этот нарыв А замедут Под ковер Вот это будет Катастрофа Для всех нас Далеко идущими Последствиями Наверное Так Это Это первое А второе К сожалению Я думаю Что это произойдет И не произойдет Скрытие нарыва А это будет Катастрофа А второе Неужели Вот среди Наших Бывшего Советского Союза Такое количество Идотов Да Вы знаете Какое Примерно Процентов 25 Ну Судя по статистике Это еще Не так Плохо Нет Вы Давайте Судить Немножко Не так Вы возьмите Сначала Общее Количество И когда Вычислите 25% Это Много Народ На самом деле Я вам хочу Сказать Что Среднее Количество Скажем Так Hardcore Liberals Ну Мы условно Их называем Либеральными Хотя К либерализму Они не имеют Ни малейшего Отношения Это Леворадикалы На самом деле Так вот Примерно 20 25% Американцев Придерживаются Леворадикальных Взглядов Собственно И в нашей Общине Это количество Примерно Соответствует Вот Ну Давай Говорить Так Наша Община Ну Понятно Наша Понимаете Вся Катастрофа В том Что Обратите Внимание Что В других Странах Касаемо Всей Европы Кто Сейчас У власти И какая Политика Там Проводится Это же Не может Как бы Скажите Не хочу Там Проводить По последним Данным У нас Здесь В общем Штате Где-то В районе 600 тысяч Русскоговорящих 600 тысяч 25% Сережа Это 150 Тысяч Представляешь Людей Которые Думают Так Как Думает Будачич Так Как Думает Сендерс Понимаешь Это Страшно Вот Эта Цифра Она Вроде бы Не Такая Большая Пока Не Начинаешь Смотреть Количество Реальное А это Много Поэтому Дорогие Друзья Берите За Голову Берите За Ум И Думайте За Кого Вы Голосуете Зачем Вы Голосуете И Во Имя Кого Вы Голосуете У Вас Дети У Вас Внуки Которым Здесь Жить Поэтому Пожалуйста Но Сдаваться Нельзя Сдаваться Нельзя Нужно Удвоить Свои Силы Утроить Но Сдаваться Нельзя Потому Что Другого Глобуса Нет И Нет Другой Такой Страны Как Америка Несмотря На Все Наши Проблемы Несмотря На Всех Ублюдков Засевших Во Власти Все Равно Другой Такой Страны Нет Поэтому Бежать Некуда Поэтому Надо Что То Здесь Делать Хватит Уже Убежали Один Раз А Некоторые По Два Раза Надо Что То Здесь Делать Спасибо Спасибо Спасибо